В большинстве случаев НЛО наблюдают единичные свидетели, и это тяжело доказать. Но что если множество людей наблюдают НЛО одновременно? В 1965 году сотни людей увидели с ужасом, как в Пенсильвании разбился горящий шар. Пока люди пытались понять, что произошло, правительство США тщательно разработало план маскировки. Был ли это метеорит? Или же упавший с неба спутник? А может, внеземной объект? Сегодня мы поведаем вам детали Кексбургского инцидента в нашем проекте «Чужие». Земная орбита. Моябрь 2007 года. Высоко над поверхностью Земли спутник НАСА для исследования верхних слоев земной атмосферы столкнулся с объектом неизвестного происхождения. Был ли это метеор? Или сбившийся с курса спутник? А быть может, НЛО? Марк Мэттни из программы НАСА по наблюдению за орбитальным мусором сказал, «Очень тяжело определить, с чем столкнулся спутник». Хотя основная часть спутника уцелела, обломки разлетелись во всех направлениях. Спутник оставался на орбите еще целых три года. Контролированная посадка – одно из обязательств НАСА. Они предупреждают прессу и общественность об изменении траектории спутника. То, что осталось от спутника, упало на Землю в виде огромного огненного шара. Он упокоился на дне океана. Было ли падение спутника случайным? Или этому посадействовали внеземные силы? НАСА в плановом режиме наблюдает за подобными событиями. Несколькими годами ранее на Землю из космоса упал еще один объект. Но при совершенно других обстоятельствах. 9 декабря 1965 года. 4.45 вечера. Служба радиосвязи ВВС США получила предупреждение об огненном шаре в небе над Мичиганом. Он падал с грандиозной скоростью. Свидетели сделали фотографии объекта и дымового шлейфа, который он создавал. В местах падения обломков возникают пожары. Объект приняли за метеор. Но он привлек внимание не только научного сообщества. НАСА, специальное подразделение ВВС по НЛО и Пентагон тоже среагировали. Объект упал возле небольшого городка в Пенсильвании. Он разжег одну из самых горячих полемик в истории США. Секретные материалы. Кексбургский инцидент. НЛО разбилось в лесу возле Кексбурга, Пенсильвания. Этот метеор оказался весьма необычным. По словам свидетеля, объект некоторое время удерживал высоту, а потом нырнул вниз на высоте 150-160 метров. Военные полиции оцепили местность. Посторонних наблюдателей ЗИВАК не пропускали. Как только они увидели объект, то сразу на место прибыло подразделение американских солдат, без отличительных знаков, и грузовая платформа, на которой объект оттуда увезли. Людей предупредили. Держите рот на замке. Не рассказывайте об этом. Что военные нашли на месте Кексбургской аварии? Почему они угрожали свидетелям? Те, кто наблюдал за транспортировкой объекта, говорят, это был не метеор. Местные люди видели объект в виде колокола, накрытый брезентом. Один свидетель описал его как большой целостный металлический объект, в котором мог бы поместиться человек. В прессе сообщили, что на месте аварии ничего не нашли. Министерство обороны заявило о своей непричастности. Но подозрения продолжали нарастать, особенно в 60-х годах, когда началась космическая гонка. Исследование космоса будет продолжаться с нашим участием. Это одно из важнейших событий нашего времени. Страна, желающая стать лидером на мировой арене, обязана принимать в этом участие. В то время Америка состязалась с СССР за звание первой страны, пославшей человека на Луну. Но НАСА не дала никаких официальных объяснений Кексбургского инцидента. НАСА держит все данные об НЛО в секрете. Когда я разговаривал с астронавтами лично, они отвечали, что им было специально приказано не придавать гласности в случае наблюдения ими НЛО. Согласно официальному объяснению, Кексбург — это место падения метеора. Но как мог метеор внезапно менять направление движения? И что военные увезли из Кексбурга? 1965 год. Возле города Кексбург, Пенсильвания, упал горячий объект. Власти объявили, что это был метеор. Но сведения очевидцев указывают на НЛО. Что на самом деле упало на землю в Кексбурге? Многие считают, что ответ знал главный американский политик того времени. По слухам, отдых президента Линдона Джонсона на его личном ранчо в Техасе был прерван. Группа людей ожидала его в его же гостиной. В отчете сказано, что обсуждались финансовые аспекты Вьетнамской войны. Но список посетителей указывает, что речь шла о чем-то совершенно ином. В гостиной собрался комитет начальников штабов, директор НАСА и губернатор Пенсильвании. До сих пор неизвестно, что обсуждалось в тот день. Но президент немедленно вернулся в Вашингтон, где сразу же встретился с директором управления чрезвычайного планирования Пентагона. Быть может, недавний инцидент СНЛО указывал на нечто серьезное и опасное? Эта мысль наводит ужас. Через 20 лет после Розуэльского инцидента, в 1947 году, количество наблюдений НЛО начало быстро возрастать. Многие штатные сотрудники парламента считают, что если информацию об НЛО обнародовать, в стране начнется паника. Думаю, вполне очевидно то, что правительство США попытается сохранять в секрете информацию о любых конфликтах или контактах с инопланетянами. Причина простая. Страх. И если мы раскроем тайну о том, что мы, американцы, более не являемся самой сильной нацией, людей парализует страх. Разбился ли в Кексбурге НЛО? Испугался ли президент Джонсон контакта с инопланетянами? В Кексбурге местный радиорепортер готовит репортаж по инциденту, дополненный рассказами очевидцев. Но перед самым эфиром на станцию пришли никто иные, как люди в чёрном. Люди в чёрном – это тайная группа или организация, которая производит зачистки на местах наблюдения НЛО. Эфир всё-таки состоялся, но текст репортажа был существенно отредактирован. После выпуска репортёр напрочь отказался говорить о Кексбурге. Через некоторое время его насмерть сбила машина во время отдыха в Калифорнии. Водителя автомобиля так и не нашли. Что на самом деле произошло с репортером? Быть может, правительство заставило его замолчать. Но правительству не удалось удержать Кексбургский инцидент в секрете. На протяжении десятилетий свидетели продолжали рисковать жизнью, давая показания о том, что на самом деле произошло в ту ночь. Секретные материалы Свидетели Кексбургского инцидента В декабре 1990 года на 21-ю годовщину Кексбургского инцидента военные, которые были на месте аварии, признались, что им был отдан приказ стрелять на поражение. Другие свидетели рассказали, что видели людей в защитных космических скафандрах с логотипами НАСА, несущих объект в форме колокола. А за всей операцией наблюдали люди в черных костюмах. Житель Кексбурга, Билл Булбаш, в ту ночь находился рядом с местом аварии. Сам он увидел объект длиной 3,5 метра и шириной 2 метра, имеющий форму желудя. В нем не было ни окон, ни двери, ни других отверстий. Металл был бесшовным. Наиболее странным элементом была надпись на внешней части объекта. Несколько свидетелей, наряду с Булбашем, видели иероглифические надписи в виде картинок и символов. Сделана ли эта надпись на языке инопланетян? Если да, то что она может означать? Свидетели указывают, что объект был доставлен на военную базу Райт-Паттерсон, штаб проекта Блубук по идентификации и мониторингу внеземной активности. На базе начались исследования Кексбургского объекта в надежде раскрыть его секреты. 1965 год. Маленький горящий объект упал возле американского города Кексбург, Пенсильвания. Власти заявили, что это метеор. Но очевидцы говорят, что на месте был обнаружен НЛО в форме колокола. Но это не первый такой объект в современной истории. За 20 лет до этого похожий аппарат был создан при содействии величайшего зла планеты. Секретные материалы. ГЛОККЕ КОЛОКОЛ Технология под названием ГЛОККЕ была очень ценной. Гитлер упорно работал над ней до последних дней войны. ГЛОККЕ был творением Ханса Каммлера, высокопоставленного нацистского инженера, который заведовал многими особыми проектами Гитлера. Он прославился созданием концентрационных лагерей и подземных бункеров для изготовления секретного оружия. Его самым ценным ресурсом был рабский труд. Поэтому неудивительно, что на пике карьеры он занимался созданием смертоносной ракеты В-2, уничтожившей тысячи людей. Но желание мирового господства не единственное, что объединяло его с Гитлером. Эксперты считают, что Каммлер работал с материалами внеземного происхождения. По слухам, ГЛОККЕ был машиной времени. С помощью машины времени войну можно выиграть еще до начала. На это было рассчитано секретное оружие. ГЛОККЕ. Если эта машина была способна на такое, то мне сложно поверить, что она была создана на Земле. Действительно ли нацисты создавали машину времени? Использовали ли они при этом внеземные технологии? В конце концов, Гитлер потерпел поражение, но что случилось с супероружием до сих пор неизвестно. Говорят, что ГЛОККЕ вывезли из горной базы весной 45-го года. После войны нацистских ученых привезли в США в рамках операции «Скрепка» для работы над сверхсекретными военными и космическими проектами. Среди них был Ханс Каммлер, создатель ГЛОККЕ. Внешнее сходство между ГЛОККЕ и Кексбургским объектом впечатляет. Нацистский колокол был цилиндрической формы и имел 4,5 метра в высоту. Быть может, Кексбургский объект преемник нацистской машины времени? Или же Ханс Каммлер передал американскому правительству схему ГЛОККЕ взамен на свободу? Многие эксперты считают, что нацистские ученые пытались создать технологию, которую человечество ранее не знало. Кексбургский объект исчез бесследно вместе с немецкой технологией ГЛОККЕ. Но время инцидента 60-е годы указывает на еще одну возможную теорию. Холодная война была огромным барьером на пути правды. Это были опасные времена. Тогда действовала своеобразная эмбарго на правду. Россия и США состязались за лидерство не только на Земле, но и в космосе. Быть может, Кексбургский объект — это советский космический аппарат? 9 декабря 1965 года. Русский космический корабль «Космос-96» был создан для важной миссии. Он должен облететь и исследовать Венеру. Миссия провалилась, когда в нижних слоях атмосферы аппарат потерял контроль и упал на Землю. Россия должна была сообщить об этом Америке, чтобы это не восприняли как атаку и начало войны. Быть может, Кексбургский инцидент держали в тайне, чтобы исследовать советские космические технологии. Странные символы, наблюдаемые очевидцами, могли быть написаны кириллицей. Это может объяснить многие детали, кроме одной. Космос-96 упал 36 часами ранее возле канадской границы. Этот факт подтвердило космическое командование США и главный научный сотрудник Николас Джонсон. Исследуя Кексбургский инцидент, уфологи обратились к НАСА. Но все требования рассекретить информацию были отклонены. В НАСА сказали, что файлов по этому инциденту не существует. Кексбургский инцидент оставался тайной более 50 лет. Но в 2007 году против НАСА открыли судебное дело с требованием рассекретить файлы по этому инциденту. Но во время допроса пресс-секретарь НАСА Дэвид Стайтс сказал, что все кексбургские файлы исчезли. Из-за отсутствия доказательств это дело было закрыто. Что же на самом деле произошло в ту ночь в Кексбурге в 65-м? Один человек увидел слишком много и военные приказали ему помалкивать. и он молчал более 25 лет. Курьер, делавший доставку на базу Райт-Паттерсон, увидел тело, лежавшее на столе и накрытое белой простыней. Оно имело около полутора метра в высоту и вес до 40 килограммов. Свидетель увидел руку, что выглядывало из-под простыни. Кожа на руке была как у ящерицы. Быть может на Земле побывал чужеземный гость? Люди имеют право знать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова